Добро пожаловать на канал Чудесный огород! Уважаемые зрители и друзья канала, сегодня видео обзор будет посвящен такой теме как припас из чудесного огорода. Уверена, что имея свой сад и огород, каждый дачник непременно закрывает на зиму любимые огурчики, помидорчики, компотики, варенье и другие соленья, конечно и наша семья не исключение. Начну с варенья, хотя в наше время на прилавках магазинов изобилие всяких лакомств, но все равно мы закрываем свое душистое и вкусное варенье из садовой земляники. Это обычный классический рецепт, такое варенье прекрасно у нас идет блинчиком и оладушком, да и просто побаловаться к чаю. Желе из протертой черной смородины ароматное, вкусное, вкус детства и к чаю хорошо и для выпечки. Нам очень нравится делать с таким вареньем кудрявый пирог. Желе из красной смородины приготовлено классическим рецептом и также желе из красной смородины с шоколадом, как говорится, на любой вкус. На очереди повидло из яблок, вкусное янтарное. Мы его готовим так, чтобы в повидле были небольшие дольки яблок, а какая получается вкусная выпечка с таким повидлом, просто загляденье. А вот этот джем на пробы мы в этом году приготовили впервые и называется он так, яблочно-цитрусовый джем. Джем, приготовленный таким способом, имеет янтарный цвет, а вкусом похож на цитрусовый десерт. А напоследок желе из облепихи, очень золотистое, ароматное и, конечно же, полезное. Варенье заготовили столько, что хватит и нашей семье покушать и поделиться с друзьями. Не сомневаюсь, что каждая хозяйка знает, как угодить семье и готовит огурчики по своему рецепту. Огурчики мы маринуем разными способами. Классические огурчики, ассорти, огурцы как бочковые кислые. А вот этот способ заготовки называется бабушкин секрет. Маринованные помидоры у нас остались с прошлого года, а в этом сезоне на пробу мы закрыли несколько баночек томатов в острой заливке. Не знаем, что получилось, будем пробовать. Закуски из салата. Очень нашей семье любят закуски из баклажанов, лечо с болгарским перцем, овощную икру из кабачков, икру из моркови. Очень вкусная закуска из болгарского перца в пикантной заливке. Похоже чем-то на лечо, но все же отличается по вкусу. Также для разнообразия готовим слоеный салат из кабачков с овощами. Он получается нежный и ароматный. А в пол-литровые баночки закрываем цветную капусту с небольшим добавлением моркови. Это прекрасная заготовка для салата. Называется журавушка. Также на зиму закрываем компоты в литровые банки. Как говорится, открыл и выпил. Абрикосы, конечно, не с нашего сада, а вот вишня своя. Также в морозильных отсеках заморожены ягоды, овощи. С вашего позволения я их показывать не буду. К слову сказать, в нашей кладовой совсем нет места. А на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Я желаю вам всего самого замечательного, крепкого здоровья, прекрасного настроения, интересных идей. До новых встреч! Пока-пока!